Дорогие братья и сестры Я хочу сказать, благословен Господь, Бог Отец Небесный, что Он нам послал победу в Иисусе Христе, что Он послал Сына Своего Единородного на эту землю. Иисус Христос в нашей жизни является нашим спасением и нашим благословением. Я прочитаю одно место Писания, один стих, это будет Иеремия 10, 10. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Братья и сестры, вот так сказано сильно о нашем Боге, что Он есть истина. Мы видим, что истина и жизнь только в Иисусе Христе, что Он есть Бог вечный, всемогущий, безначальный, бесконечный. Такому Богу мы служим с вами, такому Богу мы с вами поклоняемся. И мы видим, что от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Смотрите, как это сбывается сейчас наглядно. Земля дрожит от гнева, землетрясения, наводнения, грады, эпидемии. Гнев Божий изливается на землю. Но у нас с вами Бог имеет самые добрые намерения. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать будущность и надежду от всей души, скажем, слава Богу. Да будет милость Божия над нами. Да благословит Господь ход этого служения. Да будет имя Его прославлено. Я хочу сказать, служение и вся слава только Господу. Он имеет великое могущество благословить нас сегодня, услышать наши молитвы. Слава нашему Господу. Братья и сестры, есть острая нужда. В 11 часов сегодня мы будем здесь в служении, а в 11 будут делать операцию с сестрой Надей Тевс. Операцию серьезную с позвоночником. Давайте прямо сейчас вот в этой молитве, когда будем просить благословения на служение, мы помолимся, чтобы руки врачей были благословенны самим Господом. Вы согласны? Давайте встанем на ноги сначала, поблагодарим Господа, прославим Его. Наш великий всемогущий Господь. За любовь, за милость, за спасение, Благодарность. 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 Пусть несется без благодарения, Господу он кровью на спас. Благодарим, благодарим за Твою любовь, благодарим. Достой Ты вечной звали, за Твою любовь, благодарим Тебе. Благодарим, благодарим за Твою любовь, благодарим. Достой Ты вечной звали, за Твою любовь, благодарим. За Твои колбовские сгадания, за спасенье данное Тобой. И за все Твои благодеяния, в сердце мой всегда звучит хвалой. Благодарим, благодарим за Твою любовь, благодарим. Достой Ты вечной звали, за Твою любовь, благодарим. Благодарим, благодарим, за Твою любовь, благодарим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Аллилуйя, Аллилуйя, Ты наш Бог Аллилуйя, Аллилуйя, Ты наш Бог Аллилуйя, Аллилуйя, Ты наш Бог Аллилуйя, 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 Наш Отец Аллилуйя, 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 Наш Отец Аллилуйя, Аллилуйя, Иисус Аллилуйя, Аллилуйя, Иисус Аллилуйя, Аллилуйя, Иисус Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святой Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святой Жизнь и силу Ты даешь, Духом к небу нас влечешь Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святой Жизнь и силу Ты даешь, Духом к небу нас влечешь Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святой Братья и сестры, слава нашему Господу! Господь, Он наш Бог, и мы уповаем на Него! Вы знаете, я в самом начале служения хотел некоторую информацию для вашего внимания предоставить и поделиться несколькими местами Священного Писания. То есть у меня как бы, хотя это воскресное служение, но оно как бы не сильно похоже на проповедь. Я хотел бы поговорить на тему прививки и веры. Вы знаете, у нас есть место Священного Писания, я его хотел бы прочитать. Это Иакова, первая глава, с 3 по 8 стих. Откройте, пожалуйста, и вот держите открытой перед собой. Вот пока я буду говорить, вы просматривайте еще раз и обращайте внимание. Вы знаете, вот Иакова, первая глава, он после приветствия и вдохновления верующих он очень интересную фразу упоминает, которая вот в нашей ситуации, в наши дни, она очень важна. Вот обратите внимание, первая глава, 3 стих. «Знаешь, что испытание вашей веры производит терпение». Вот эта мысль «испытание вашей веры». «Испытание вашей веры». Я верю, что сегодня вот именно вот эта фраза, которая звучит здесь и встречается, эта фраза встречается только один раз в Новом Завете. «Испытание вашей веры». Но, вы знаете, если мы посмотрим на ниже место с 5 по 8 стих, там оно немножко в другом ракурсе как бы описано, вот именно эта фраза употребляется, потому что оно говорится, что это испытание приносит нам, вот это по пользу, которое испытание веры нашей приносит. И с 5 по 8 стих там написано, что о необходимости и недопустимости сомнений. Что бы в нашей жизни ни произошло, какое бы испытание в нашей жизни ни выпало, нам не пришлось бы проходить, но мы не должны сомневаться, мы не должны допускать сомнения, у нас не должно быть двоящейся мысли. Как это двоящейся мысли? О, будет вот так или вот так, может вот так, может вот так. Вот это сомнение, которое в нашем сердце, я верю, что вот это как раз местописание. И ситуация, в которой мы сейчас находимся, я верю, оно очень сильно относится к нам именно в сегодняшний день. Перед вами фотография официального веб-сайта Белого дома. В четверг наш президент Байден, он выступил с очень интересным предложением и с требованием фактически, чтобы все предприятия, у которых больше ста рабочих, они заставили своих работников привиться или каждую неделю делать тесты на COVID. Но это еще не все, друзья. Он выдвинул шесть предложений и шести такой ступенчатые как бы меры по борьбе с вирусом. И вот первый вирус – это привить тех, которые не вакцинированы. В Соединенных Штатах на сегодняшний день около 80 миллионов человек, которые еще не привиты. И вот правительство решило поступенчиться, применить меры для того, чтобы их вдохновить добровольно или принудительно. Ну, различные методы. И мы видим, как на протяжении последних полутора месяцев правительство, как местное наше, так и федеральное правительство, оно применяет различные меры для того, чтобы найти прогресс, для того, чтобы заставить вакцинироваться. Друзья, наш город Денвер, мэр города, буквально вот в прошлом месяце, в августе, он принял решение, чтобы все работники города, они были вакцинированы, и все, кто саб-контракторы, кто работает тоже на город, они тоже были вакцинированы. Президент Байден еще раньше немножко, он издал указ, чтобы все федеральные работники, они тоже были вакцинированы, и их контракторы. То есть это рабочие на почте, рабочие в различных агентствах, чтобы были вакцинированы. Вот вместе с вот этим предложением, которое президент сказал в четверг, там еще несколько моментов есть очень интересных. все работники, которые работают в медицинской промышленности, все работники, которые работают со здоровьем, детские сады, школы, все работники, которые работают на государство, всех будут заставлять, друзья. Создается вопрос такой, что нам делать вот в этой ситуации, друзья. И правительство, оно на самом деле несколько возможных причин предоставляет для отказа от прививок. И вы знаете, они называются exemptions по-английски, и у нас есть только три exemptions. Три exemptions. Первое – это personal exemptions, это личные убеждения. Второе – это religious exemptions, религиозные убеждения. И третье – это medical exemptions, это медицинские, медицинское состояние здоровья человека. И многие люди, которые подходят из нашей церкви, которые живут в нашей местности, они говорят, что при требовании привиться, то вот это personal exemption или личные убеждения даже уже не упоминается, то есть оно уже давно, этот вопрос снят. Остается только две, друзья – религиозное убеждение и медицинское убеждение. Ну, медицинское, пожалуй, вы поймете, это легко понимать. Если прививка грозит вашему здоровью, доктор подписывает бумагу специальную, номер лайсенса своего пишет, и с этой бумагой вы идете на свое место работы, на производство, где вы работаете. Что касается religious exemptions, то, вы знаете, это вопрос такой, как бы очень интересный. Я приведу вам выдержку из закона, который был принят в июле прошлого года в штате Колорадо. Это закон Колорадо, и этот закон обращен только к детям. Дети, которые идут в школу. И там такое приводится определение религиозных, как бы отказа по религиозным убеждениям. Там написано так, non-medical exemption, вот на ваших экранах, point, это будет секция 2 закона, который был принят в прошлом году в июле. Non-medical exemption means immunization, exemption based upon religious belief, whose teachings are opposed to immunizations, or a personal belief that is opposed to immunizations. Обратите внимание, я переведу, я переведу. Религиозные верования, учения которых не согласны с принятием прививок. Именно учения которых не согласны с принятием прививок. То есть вот Колорадо в данном случае в одном из месте своего закона, люди, которые вырабатывали этот закон, они специально прописали именно не просто мои убеждения, а учения, которые против прививок. Скажите, мы когда-нибудь проповедовали, чтобы учение наше или учение Иисуса Христа против прививок? Мы когда-нибудь такое проповедовали или нет? Никогда такого не проповедовали, друзья. У нас большая часть находящихся в этом зале и членов нашей церкви, они привиты. Рано или поздно. Кто-то в бывшем Советском Союзе, кто-то здесь привиты от разных прививок. Но я хочу подчеркнуть этот момент. Вот штат Колорадо, они прописали очень в одном из мест. Это не ко всем относится. Это только к детям. Но я хочу сказать вам, что в нашем штате они обращают внимание и рано или поздно они потребуют. Какую бы бумагу мы вам не дали, вы должны понимать, что все бумаги, которые они сейчас собираются, они будут сходиться в одну систему компьютерную. И вот этот вопрос, если, например, вдруг вас потребуют бумагу, вы принесете бумагу, и вас потом уволят с работы из-за того, что эта бумага не соответствует стандартам, у нас в учении нету, и мы никогда не учили, чтобы вы отказывались от прививок или услуг докторов. Если вы верите, если вы считаете нужным, то вы отказываетесь, понимаете? Друзья, я просто хочу, у нас официально, мы не учим в церкви, чтобы вы отказывались от прививок. Есть определенные секты, которые этому учат. Christian Science, различные небольшие группы, которые не христианские, они отказываются от врачей, у них свои доктора есть, которые занимаются медитацией, это к нам не относится. Мы молимся за врачей, чтобы Господь их благословил, мы молимся за каждого из вас за здоровье. Возникает вопрос, что же нам делать, друзья? Что же нам делать? Какой выбор нам принять? Что нам делать? Вы знаете, я еще хочу одну вещь упомянуть, это наблюдается вот буквально в последнюю неделю. В стране, хотя определенные законы принимаются, и правительство требует, и немножко давит на принятие прививок, но я хочу сказать, что на самом деле это компании, которые принимают решение. Обратите внимание, последнюю неделю в новостях появилась информация, что многие компании сами, United Airlines, Tyson Foods, они приняли решение и объявили, что будут отстранять от работы людей, которые принесли бумажки, вот эти вот, Miracle Exemptions and Religious Exemptions, то есть по религиозным убеждениям те люди, которые отказались от принятия прививок, и те люди, которые по медицинским причинам они отказались принимать прививки. United Airlines, оно официально объявило, мы этих людей будем отстранять от работы. Почему? Потому что эти люди приносят опасность здоровью людей, пассажиров, клиентов. именно по этой причине, друзья. То есть те люди, которые не приняли прививки, несмотря на причину отказа, они будут отстранены от работы без оплаты. Non-paid leave называется. Временно, временно, но без оплаты. Поэтому, друзья, очень интересная ситуация складывается. Очень интересная ситуация. И я хотел бы вам сказать, наступает время, когда мы не сможем избежать испытаний нашей веры. несмотря на наши аргументы. Именно вот в этом, вот это центр всего, друзья. Посмотрите с позиции Царства Божия. Если Господь хочет проверить нашу веру, если Господь хочет испытать нашу веру, какие бы отговорки, какие бы бумаги вы не приносили, например, придете ко мне и скажите, напиши мне бумагу, что у меня нет веры. Да? Что у меня нет веры, что Господь меня сохранит, что у меня нет веры, Господь меня проведет. Напиши мне какую-то бумагу, что у меня нет веры. Ну, фактически, эта бумага так и является. У меня нет веры, напиши мне бумагу. Но если у тебя нет веры, какую бумагу напишу? Потому что ты неверующий. Но если ты член церкви, неверующий, ну, у нас нету неверующих членов церкви, друзья. Вы поймите. И сейчас мы находимся в состоянии, вот прямо сейчас, начиная с четверг, вот именно в таком состоянии, когда твоя и моя вера, она будет проверяться. Месяц назад один закон издан, сегодня, на этой неделе, другой закон издан, через месяц, может быть, другой закон издан, друзья. И никакая бумажка вас не спасет от этого испытания веры. Именно проходит сейчас испытание нашей веры. Поймите это правильно. Господь готовит свою церковь к восхищению, и Он хочет, чтобы у нас была живая вера. Живая вера. Что то, что происходит, Господь сохранит. Что бы то ни случилось, Господь проведет. Господь выведет. Я сейчас это не вижу, но я верю, что это будет. Друзья, я верю, что это будет. И какие бы аргументы не были у нас, какие бы отговорки мы не были, именно испытание нашей веры, именно живая вера нам поможет. И так вопрос наступает. Принимать же мне прививку или нет? Друзья, коротко я хотел бы ответить таким образом. Это ваш личный выбор. Вот как вы решите, так будет и правильно. И вот испытание веры в данном случае может пройти двумя путями. Первый. Если вы примете с верой и пойдете, примете прививку, то верьте, что она вам не повредит. Потому что Писание тоже ободряет и говорит, что даже в случае смертельной опасности, когда на мужей Божьих приходила опасность в ихнюю жизнь, Господь их сохранял. Другое место Священного Писания, которое ободряет нас, написано, что даже если смертоносные выпьют, им не повредит. В данном случае вот это место Писания тоже относится вот к этой ситуации, в которой мы находимся. То есть один путь, который мы можем избрать, это принять прививку, веря, что она нам не повредит. Второй путь. Мы можем отказаться с верой и верить, что Бог нам даст другую работу, пошлет нам средства и пропитает нас. В этом тоже испытывается наша вера, друзья. Какие могут быть аргументы? Кто-то говорит, вы знаете, у нас сейчас много информации на интернет, на нас просто падает, сваливается, которая разбивает нашу веру. Кто-то говорит, что это как раз вот это начертание, которое описано в Писании. Друзья, это еще не начертание, это подготовка. Кто-то говорит, что там оно настолько вредное, что меняет ДНК. Друзья, вы знаете, что ДНК это секрет Божий и это тайна Божья и никаким уколом нельзя поменять ДНК. Конечно же, проходят очень сложные медицинские эксперименты в лабораториях, когда в момент оплодотворения можно поменять каким-то образом ДНК, изменить, но никаким уколом этого сделать нельзя. Если бы можно было бы сделать уколом, поменять ДНК, два укола сделал, и у тебя цвет кожи поменялся. Вместо черной стал белый, вместо белой стал черный. У тебя вдруг поменялся цвет волос, два укола цвет волос. У тебя вдруг тебе два укола дали, и воин он не испытывает боли. Он становится в три раза сильнее. Невозможно поменять ДНК двумя, тремя, десяти уколами. Это происходит, когда мы рождаемся, эта ДНК, она постоянно с нами. Каждая клеточка нашего организма, она такая и остается. Друзья, поэтому много очень неправды обрушивается на нас через интернет. Очень много неправды. И эта информация разрушает нашу веру. Чуть ли не кастрюли на руки вешают, чуть ли не с инопланетянами общаются через Wi-Fi. Разные, вы знаете, люди применяют разные способы для того, чтобы привлечь внимание и заработать на ваших просмотрах. Люди просто деньги зарабатывают. И чем шарашенной информацией, небылицей, такие вот очень удивительные, тем больше людей привлекается на это. Друзья, мы уповаем на нашего Бога. И только живая вера, только живая вера поможет нам пройти этот путь. Давайте мы еще раз посмотрим на это место Священного Писания. Иакова 1 глава 5 по 8 стих. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто ибузу преков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Друзья, пусть Господь нас благословит, чтобы во время испытаний нашей веры мы оказались верными. Пусть Господь вас укрепит сделать правильное решение. Любое решение, которое вы будете принимать, придет время, больше и больше людей будут получать эти требования о прививках, больше и больше людей будут делать этот выбор, но пусть Господь вас благословит, чтобы вы в посте, в молитве с Господом принимали решения, которые будут укреплять вашу веру, Чтобы вы прошли это испытание веры, давайте мы помолимся за всех, кто именно сейчас проходит это испытание. Именно сейчас проходит вот этот путь, и перед ним стоит вопрос выбора. У нас много есть братьев и сестер, которые как раз столкнулись с этим выбором. Давайте мы встанем, помолимся. Слава Господу, братья и сестры. Мы пели перед этим песню «Аллилуйя, Аллилуйя, Ты наш Бог». Объясните мне слово «Аллилуйя». Что означает «Аллилуйя»? Высшая холла. «Аллилуйя» – это «Слава», «Я» – это «Яхве». «Слава Яхве». Мы сейчас будем петь «Любовь Христа безмерно велика». Любовь Христа безмерно велика Начало не трьется, как река И как волна лапсает берега Скорей, скорей тебя он ждет, Давно стоит у каменных ворон. Стучит тебе, открой уже пора, Прими любовь и сладо серебра. И если б не было любви, Любви и сладо серебра, Мы не смогли иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любит. О, если б знал живущий на земле, Любовь Христа лишнею дышат все. И если б Бог любовь отнял на мир, То этот мир давно уже погиб. И если б не было любви, Любви и сладо серебра. Мы не смогли иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любит. Он возлюбил тебя, меня давно, Он возлюбил и тех, кто лишь одно. Твердили нет, и поднимали смех, А Он с любовью призывает цель. И если б не было любви, Любви и сладо серебра, Мы не смогли иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любит. И если б не было любви, Любви и сладо серебра, Мы не смогли иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любит. Мир Божий всем! Слава Богу! Доброе утро, потому что оно есть доброе, И прекрасный день, и мы в Церкви Господней. Евангелие от Матфея, 12 глава. И мы с вами прочитаем с 22 стиха. Матфея, 12, 22 стиха. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, И исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть. И явился весь народ, и говорил, Не это ли Христос сын Давидов? Фарисеи же, услышав это, сказали, Он изгоняет бесов не иначе, как силою вельдзевула князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? «И если я силою вельдзевула изгоняю бесов, То сыновья ваши чею силою изгоняют? Поэтому они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, То, конечно, достигло до вас царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного И расхитить вещи его, Если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитит дом его». Интересное место. Мы прочитали с вами интересный пример. Привел Христос. Я думаю, что в то время, возможно, Такие случаи происходили в округе. Где-то какие-то bad people, Где-то куда-то вторгались, Может быть, связывали хозяина, И расхищали его имение, И забирали и уходили. Не убивая хозяина дома, Может быть, какого-то бизнесмена. Они просто его связывали, Расхищали и уходили. Я думаю, эта информация, Она тогда распространялась. И вот Христос так использовал ее. И говорит, что кто может войти в дом Сильного и расхитить его вещи, Если прежде не свяжет его, А потом уже может делать то, Что он хочет. Но чтобы связать сильного, Что для этого надо? То есть надо быть немножко сильнее, правильно? Каким-то способом, Или физически, или умом, Или какими-то другими средствами, Но надо оказаться сильнее этого сильного, Чтобы его связать. Это однозначно. Потому что если он сильнее тебя, Ты не можешь сделать ничего. И вот будем держать это место В нашем разуме, Связать сильного. Сейчас мы с вами откроем, Это будет бытие, Вторая глава. Вернее, да, вторая глава. Извините, первая глава. И бытие, первая глава, Двадцать восьмой стих. А сколько у нас собраний, Имеющих свои Библии с собой? Слабенько, друзья, слабенько. Надо поправить. Мы студенты, мы ученики, Мы идем в церковь, Высший университет, Учебник надо иметь с собой, Несмотря на то, Что мы читаем тексты. Итак, читаем двадцать восьмой стих. И благословил их Бог, И сказал им, Плодитесь и размножайтесь, И наполняйте землю, И обладайте ею, И владычествуйте над рыбами морскими, И над птицами небесными, И над всяким животным, Присмыкающимся по земле. И вот в этом двадцать восьмом стихе Я хочу обратить ваше и мое внимание на начало. И благословил их Бог, И сказал, Плодитесь, размножайтесь, И наполняйте землю, И обладайте ею. Знаете, это очень большое такое поручение, Повеление, Обладать землю людям, Которые только совсем недавно были сотворены, Не имеющие практически ничего, А только что, Ну, земледелие и ловить зверей Самым таким примитивным образом, Стрелы, лук, Никакого огнестрельного оружия еще не было, И он им говорит, благословляя, Это земля ваша, Владейте ею, Плодитесь и размножайтесь. И параллельно этому месту Я бы хотел вам привести, Прочитать вместе, Вспомнить то, что написано в Деянии, В Деянии апостолов, Это первая глава. Но это уже относится Не к физической жизни, Не к физической жизни, И написано так, Но это первая глава, Восьмой стих. Но вы примите силу, Когда сойдет на вас Дух Святой, И будете мне свидетелями в Иерусалиме, По всей Иудее, И Самарии, И даже до края земли. И теперь смотрите, Если в те далекие и далекие времена Бог благословил Адама и Еву, Говорит, вот вам земля, Плодитесь, размножайтесь, Вот рыбы, Вот звери, Это все ваше, Все ваше. Умножайтесь И используйте это. То уже в Деянии апостолов Мы видим похожее повеление, Но это уже касается Не физического мира, А уже духовного мира, Чтобы также владеть этим миром, Но для Царствия Божьего. Для того, Чтобы проповедовать Евангелие, Для того, Чтобы нести весть спасения, Для того, Что, как в Висании написано, Проповедовать пленным освобождение, Узникам открытия темницы, Это все то, Что было повелено Господом, Ученикам, Которые пошли, И это все передается, Эта миссия передается, Передается, И она дошла до наших времен, И мы этому свидетели. Потому что то, Как сегодня это распространяется, Оно невозможно было бы в те времена, Чтобы оно таким способом распространялось. Ученики, И уже после них, Они делали то, Что могли. Они ходили, Может быть, На этих упряжках, На этих лошадях, Но они делали это то, Что могли физически. Но дошедшие Эта миссия и посланничество До наших дней, Мы видим, Что это возможно, Потому что и количество людей уже, Уже сколько, Уже скоро будет около Десяти миллиардов, Очень скоро. И способы распространения, Это интернет, Радио, Телевидение, И все-таки полететь в страну На самолете, Раньше это невозможно. И мы видим, Что эта миссия продолжается. И вот Бог, Благословляя, Дал одно повеление В отношении физического мира, Чтобы жить, Знаете, Чтобы иметь этот хлеб насушный, А в Денье апостолов, Мы видим, Это уже другое посланничество, Для того, Чтобы иметь этот хлеб небесный. Эту благую весть, Это Слово Божье. Возвращаемся В эту книгу «Бытие», Но уже в третью главу. В третью главу. Вспоминая, Что в первой главе, В двадцать восьмом стихе написано, И благословил их Бог. Кто-нибудь будет спорить? Нет. И я тоже. Читаем в третьей главе. Написано, Это Шестнадцатый стих. Жене сказал, Умножай и умножу скорбь твою, И беременности твоей, И болезни будешь рождать детей, И к мужу твоему влечение твое, И он будет господствовать над тобою. И даже на семнадцатый стих Адам уже сказал, За то, что ты послушал голоса жены твоей, И ела дерево, которое я заповедал тебе, Сказав, Сие ешь от него, Не ешь от него, Проклята земля за тебя, Со скорбью будешь питаться от нее Во все дни жизни твоей. Итак, вопрос. Бог благословил, И Адаму ей он сказал, Что у тебя будут скорби. Так что же тогда благословение? Интересный вопрос, да? Бог благословил, Определил, Сказал, Все, Вы с рая вышли, Вы не выдержали то, Что я вам сказал, Значит, вот ваша земля. Но он говорит, Благословил, Сказал доброе слово. А немножко позже, Подробностях он говорит, Что будете, Иметь скорби. Скорбь – это не что иное, Как определенные трудности, Которые, Ну, Забирают радость, Или не дают радость, Или, может быть, Приводят в такое состояние Уныния, Грусти, Но это однозначно. Скорби. И мы понимаем, Что за этим стоит, Что, Чтобы выжить, Адаму и Еве, Им надо было Рождать детей, Растить детей. Вокруг были эти дикие полевые звери, От которых надо было защищаться, Хранить, Сохранять семью. И потом надо было так же, Но охотиться на них. И это несло очень много разных трудностей, Неприятностей, Серьезностей, Опасностей. И сказано так же Адаму, Что в скорби, Это все, Ты, Вы будете проходить. Это однозначно. Но Бог сказал, Бог благословил их. И вот, Как мы уже с вами согласились, Мы проведем параллель. А что же тогда происходит в этом, Ну, Новозаветнем посланничестве, Когда Христос говорил, Что идите, Проповедуйте. А в Новом Завете, Я уже не буду открывать это место, Вы помните, Написано, что И поведут вас предправителей, Да? За имя мое. И изгонят в синагог. И что? И предавать вас будут в темнице. Скажите, Это тоже трудности? И скорби, да? Ну, конечно же, и скорби. А как же случалось, Что семья разлучалась? И даже до наших времен, Наши братья и сестры помнят, Что приходилось уходить от семьи На несколько дней братьям. Я уже служил в армии, Когда уже немножко потеплели времена. Уже не было. Тоже хватало там вызовов И всего остального разговоров С этими политологами. Но уже этого не было, То, что раньше братья пережили. Но все равно и в этом посланничестве, И в этом то, Что Бог сказал, Что вот ваш мир, Проповедуйте, Иван, Илья Царствия, Так же трудности, Так же скорби. И мы видим так же, Что это благословение Божие, Которое Бог благословил, Адама и Ева. Благословение Божие, Которое Бог благословил, Это потомство долговечное, Как сказано в Исаии, Оно не проходит, Чтобы нам с вами И всем родом человеческим Не проходить этих трудностей. То есть эти трудности Или скорби, Это неотъемлемая часть нашей жизни. Если бы кто-то имел, Кто-то будет спорить, То мы не имеем такого обычая, Потому что это факт, Это результат. Это знаете, И мы будем помнить То место, которое мы прочитаем, Что чтобы связать сильного, Нужно быть сильнее этого сильного. Это я уже своими словами говорю, Что никто не может Расхитить дом сильного, Если прежде не свяжет Этого сильного. То есть связать сильного, Это то, что мы с вами сразу условили, Что мы будем это помнить. И вот мы видим, Что и в одной, и в физическом мире, И в духовном мире Мы имеем Божье благословение. Но мы имеем трудности, Но мы имеем эти определенные скорби, Которые нас постигают. И вот, Как-то анализируя, Знаете, Свою молитву, Как мы обычно часто молимся Господу, Да и наши, и ваши, И вы свои молитвы можете Проследить. О чем мы молимся, Когда мы обращаемся к Господу? Как вы думаете, Какой самый большой процент Нашего обращения к Господу? Что мы говорим Господу? Просьбы. Просьбы. Да. И из этих просьб, Самое на первом месте, Я так думаю, Я не утверждаю, Это Господи благослови. Благослови меня, Детей, Внуков, Церков, Братьев, Пресвитеров, Президентов. Мы просим, Благослови. И, конечно, В этом благословении оно включается. И помоги, И научи, И поддержи, И помилуй, И сохрани, Как мы часто просим, Знаете, Сохрани наших дракистов, Сохрани наших детей. Они поехали, Переезжают. Сохрани народ Божий. Там в Африке молимся, Там в Китае молимся, Сохрани. И, конечно же, Мы обращаемся к тому, Что прости. Обращаемся к Господи, Прости. И, конечно, Есть процент, Что мы благодарим Господа. Благодарим Господа. Но, Если вот так вот рассудить Вот эти все наши просьбы, Я думаю, Что мы о них часто вспоминаем Почти в каждой молитве. То наши просьбы, Это хорошо. Но, При всех наших просьбах, Как вы думаете, Обращая все наши просьбы к Господу, Какую позицию мы занимаем, Вот когда мы просим. Вот, допустим, Ну, подходит ко мне сын, И говорит, Папа, ну, дай мне вот это, Помоги мне вот это сделать. И вот он постоянно крутится вокруг меня, И обращается ко мне с просьбами. Я его учу, Я его наставляю, Я ему объясняю. Ну, он потом опять ко мне приходит. То, Как вы думаете, Если ограничиться вот только вот этими просьбами, Можем ли мы с уверенностью, С дерзновением сказать, Что мы занимаем сильную позицию? Нет, я вижу, Вы говорите нет, И вы правильно говорите. Но это присуще нам. Это присуще нам. Я не говорю, что это ненормально, Это нормально. Потому что то, Что мы видим вокруг, Мы читаем Слово Божие, Мы видим, сравниваем с реальностью, Видим то, что происходит, И мы обращаем эти просьбы К нашему Господу. Но Слово Божие говорит, Что не может Рассветить дом, Если не свяжет с сильным. И мы сейчас выровняем эти мысли, Для того, чтобы у нас Оно очень четко Было представлено В нашем духовном мире, Для того, чтобы, Живя сегодня в физическом мире, Мы употребили То Божье благословение, Которому Он благословил Всю землю, И благословил нас, Как учеников. И вот теперь, смотрите, Мы просим о благословении. А что, если это благословение, Эту просьбу, Нам так подумать и сказать, Господи, Я прошу Тебя, Благослови меня, Но а как мне лично Послужить благословением Тебе? То есть я хочу направить Наше внимание, Что мы все, Дай мне, благослови, Сохрани, научи, Все, все мне, 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 мне. Ну, это нормально, Это присуще нам. А потом сказать, Господи, А что бы Ты хотел во мне, Чтобы я был Твоим благословением? И вот тут уже вопрос. Тут уже вопрос, На какую ступеньку я уже поднимаюсь? И на какие взаимоотношения с Богом Я уже выхожу? Когда во мне есть желание, Чтобы я был благословением для Бога, Для того, Который сегодня послал нас в этот мир, Который благословил этот мир, Да, мы имеем трудности, Да, мы имеем скорби. И вот здесь я вам скажу, Вот для этого нам и даются Вот эти скорби и трудности, Чтобы мы сегодня поднимались На следующую ступеньку. Скажите, что легче, Подниматься по ступенькам или спускаться? Конечно, спускаться. Вы знаете, Когда я бываю за горами, И там высота не так, Как у нас 5000 фит, А там бывает 7, 8, 9 тысяч фит высота, И там подниматься в здании, В котором не работает элевейтор, Буквально немножко, И чувствуешь уже такая сильная задышка. Ну, вниз спускаться можно, Можно бежать. Это чувствуется. И вот это неотъемлемая часть нашей жизни, Чтобы сегодня обладать вот этим миром физическим, Как было сказано для Адама и Евы, Плодитесь и размножайтесь, Да, у вас будут скорби. Это необходимое условие, Чтобы Адам и Ева становились сильнее, Потому что как, ну, Как можно обладать этим физическим миром, Оставаясь в таком положении, В каком они находились? Невозможно. Для этого им надо было встретить эти скорби, Эти трудности, Для того, чтобы подумать, Для того, чтобы, может быть, Ощутить какую-то потерю, Может быть, овечек, еще чего-то, И потом что-то предпринять, Чтобы этого больше не было. Это труд, это скорби, Это то, что повсечасно, повседенно Они с этим соприкасались. Но эти трудности, Они делали их сильнее, Для того, чтобы они смогли обладать, Их не следующее поколение могли обладать, И рыбой, и лесом, и всем-всем остальным. Представьте, Размножаются много уже, Плодятся уже много семей, Уже в этой территории, где они жили, Не хватает места, чтобы им пасти всем овечек. Они расходятся, И отодвигаясь дальше и дальше, Они видят, что там уже, Уже, знаете, Многие десятки лет прошло, Многие сотни лет прошло, И они видят, Что уже конфликты создаются, Потому что нужно пасти овец. И мы видим, в Библии это тоже пишется, Что были конфликты, Потому что одному семейству надо пасти овец, Чтобы выжить другому семейству, И там уже другие народности появились, И уже возникают войны, Уже еще одна скорбь добавилась, Еще одна трудность добавилась. А в духовном мире, смотрите, Что происходит, Сколько было гонений, Сколько было всяких трудностей, И тех, кто в школах учились, И способные дети наших, Братьев и сестер, Одаренные Богом, Они не могли учиться в колледжах, Они не могли реализовать Те способности, которые Бог заложил, Потому что они были верующие, Они не были комсомольцами, Они не соглашались, Это было также на то время испытания их веры, Сколько трудностей прошли на эти все поколения, Но эти трудности они укрепили, Они сделали сильнее церковь, И потому сегодня, Живя, может быть, в благоприятных условиях, Мы видим то, что происходит Среди народа Божьего, И только так киваем головами, Да, не хватает настоящих гонений, Чтобы усилилась церковь, Чтобы очистилась церковь, Чтобы сегодня народ Божий, Они стали крепче, Благоприятное время, оно хорошо, Но ненадолго, Потому что если долго держится благоприятное время, Народ разлагается, Народ перестает искать Бога, Кидается в этот вещественный мир, Материальный мир, И так далее, и тому подобного, И потому вот эти трудности, Они как в физическом мире необходимы, Так и в духовном мире, В нашем служении, В передаче этого посланничества, Следующему грядущему роду, Они необходимы, И потому то, что мы сегодня с вами проходим, Не забывайте это, Как брат Сергей сказал, И испытание веры, Это то, что нас делает сильнее, крепче, То, что нас делает более совершенными, Практически применяя эти знания в реальной жизни, Этих трудностей не стоит бояться. Что нужно иметь цель? Чтобы достойно проходить эти трудности, На надлежащем для Христиани на уровне, Достойно, Чтобы, как мы просим, Господи, благослови, И задуматься, Господь, А ведь пройдя эти трудности достойно, Это будет Твое благословение, Это будет слава Тебе, Господь, Когда мы просим, Господи, помоги, Он говорит, Я помог тебе, А можешь ли ты помочь кому-то? И вот здесь хорошо нам задуматься, Я прошу, Господи, помоги, А могу ли я, как христианин, Как Дитё Божие, Помочь кому-то? Не будет ли это славой Божией? Не будет ли это благословением Божьим, Благословением Церкви, Когда вот эту просьбу, Я смогу её исполнять в своей жизни? То, что ко мне, это хорошо, А то, что от меня, Написано, Лучше принимать, нежели давать. Наоборот, спасибо, Спасибо, лучше давать, Нежели применять. Правильно? Давать. То есть, дай. Мы получили. Мы получили. Мы получили это благословение. И это благословение, Оно утверждается, Благословляется, И мы проходим, И мы научаемся. А теперь дай. А теперь отдай эту часть Божьей любви. Отдай эту часть этого своего опыта, Экспириенса, Для тех, которые нуждаются в этом, Которых надо научить, Которых надо наставить, Которые так же само просят, Господи, научи. А вот здесь и Господь видит тебя, И ты здесь находишься, И ты можешь это исполнить. Мы просим, поддержи. Мы просим, поддержи. Могу ли я сказать Господу, Что используй меня для поддержки, Кого ты знаешь, Для поддержки. Я вам скажу это, Исполняя вот эти просьбы, Стараясь их употребить в обратном направлении, Для славы Божьей, Каждый из вас, Каждый из нас, Он ощутит, Что, Господи, Благодарю тебя, Но я уже не такой уж и слабый, Как я считал себя. Потому что Бог благословил, Сказал, что я благословляю тебя, И идите, Ну у тебя будут трудности, да. Но не бойся этих трудностей, Потому что это то, Что сделает тебя сегодня Отличным от этого мира. То, что ты сегодня будешь Стоять в проломе, То, что ты будешь стоять перед правителями, То, что ты сегодня, может, Когда-то и работу потеряешь, Особенно в те старые времена Люди много теряли работы, Люди много были, Аж получали штрафы. Да, люди не могли учиться, Потому что, ну, способные дети, Способная молодежь, Не могли, Потому что им надо было Согласиться с тем, Чтобы вести борьбу С религиозными предрассудками, О чем говорил Комсомольский устав. Люди не могли на это согласиться, Искренние верующие, Они говорили, Я не могу на это согласиться И со всем остальным, Отказаться от веры Бога. Ну, пришло время, Конечно, сегодня у нас, знаете, Есть другая страна, Другие условия, Но сегодня также Эти условия не ослабевают. Сегодня необходимо нам помнить, Что сегодня есть еще один сильный, Который сегодня касается уже Каждого из нас. И в Писании говорится, Это записано, Сейчас мы с вами откроем это место, Это читаем в Галатам, Пятая глава, Семнадцатый стих. И вы знаете, Вот этот сильный, Который мы сейчас прочитаем, Вот это то, На что должно быть Прежде всего направлены Все наши старания, Все наши усилия, Все наши знания, Все наши молитвы и просьбы. Потому что, Если это мы способны будем Хотя бы частично Исполнить в нашей жизни Это великое слава Божье. Это то, Что сегодня Господь желает от нас. Считаем в семнадцатый стих. Ибо плод желает противного духу, А дух противного плоти, Они друг другу противятся, Так что вы не то делаете, Что хотели бы. И вот это вот, знаете, То, что живет в каждом из нас Со времен Адама, Со времен тех времен, Когда Бог благословил, Вот эти вот внутренние, Как Писание говорит, Эти плотские желания. Дальше пишется, Дела плоти известны, Они суть. И приводится С такой перечень Всех этих дел. Это только как общее название, Но от каждого из этого Дела плоти Очень много разных, знаете, веточек. Например, как ссора. Что от ссоры может быть? От ссоры может быть всякое, Понимаете, и семья развалится, И не понимая детей, Родителей, И знаете, очень-очень много, Много всего. И это говорится, Что это дела плоти. Дела плоти. И вот, вот этот, Один из этих сильных, О которых сегодня мы будем с вами, Ну, напоминать, Что необходимо, Чтобы он был связан. Потому что, Если мы не сможем его связать, Если мы не сможем его победить, Знаете, Мы не сможем подняться На эти ступеньки, Чтобы быть сильным, О которых сказано, Что о Христе пророчества, Что сильными, Он будет делить, Делить добычу. И вот эти условия, Которых мы можем даже считать потом, В этих, В других посланиях, Где очень сильно подробно объясняется, Что вот это противодействие, Противоборство в каждом из нас. Например, Если у нас здесь сидит, Ну, 150 человек, То я скажу, У нас здесь сидит 300 личностей, Не человек, Личности. Потому что на каждом стуле сидит две личности. Две личности на каждом стуле. И потому, Конечно, Когда мы сдаем эти пожертвования, Мы сдаем от одной личности, Да? Ну, Можно от двух личностей сдавать, Тогда будет в два раза больше. Ну, Это так, Между прочим. Две личности, Потому что об этом говорит Писание. И вы знаете, Это основной из важнейших законов. Если мы его понимаем, Даже если мы его понимаем, Мы уже сможем намного исправить, Улучшить, Поправить свою жизнь. Потому что сегодня многие люди просто не понимают, Прошли определенные обстоятельства, Вот эти вот дела плоти проявились, А потом человек стоит на этих занятых позициях и думает, Зачем я так сделал? А зачем я так поступил? Как бы, возможно, Эту ленточку времени назад перемотать, Чтобы что-то поправить? И вот здесь очень важно понимать, Как это действует в духовном мире. Но Бог сказал, Бог благословил, Что идите и проповедуйте, Идите, Приобретайте. И потому вот эти уже знания, Которые очень важны, Они сегодня относятся к нам, Как к студентам, Как к ученикам Божьей высшей школы, Чтобы нам их знать, Понимать и применять. И потому, Если мы сегодня будем понимать, Что все эти желания, Все эти, знаете, Импульсы, Которые в нас происходят, Когда мы смотрим, Видим, Когда мы слушаем, Когда мы что-то делаем, Что здесь есть две личности. Есть эти плотские желания, И есть эти внутренние желания. Написано, Что они друг другу противятся. И вот понимание вот этого, Понимаете, Понимание, Как сказано, Мы сейчас откроем с вами, Это римлянам еще записано, Чтобы немножко больше Дать вам информации Для вашего рассуждения. Это написано в римлянам. Написано так. Это седьмая глава. С девятнадцатого стиха. Доброго, которого хочу, Не делаю. А злое, которого не хочу, Делаю. Если же делаю то, Чего не хочу, Уже не я делаю, Но живущий во мне грех. Итак, я нахожу, Что закон, Что закон, Что когда хочу делать доброе, Принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку Нахожу удовольствие в законе Божьем. Итак, замечайте. Внутренний человек, Удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, Противоборствующий закону ума моего И делающий меня пленником закона греховного, Находящегося в членах моих. Это очень, я бы сказал, Одна из сложнейших тем Нового Завета, Но которую сегодня необходимо нам понимать, Для того, чтобы самим понимая, Нам действовать в правильном направлении И передать роду грядущему. Желание плоти И эти, как написано, По внутреннему человеку Нахожу, По закону ума моего. То есть, когда мы приходим в церковь, Мы учимся. Когда мы открываем Библию, Мы учимся. Когда мы слушаем проповеди, Мы учимся. И эти правильные знания, Они накапливаются в нас. И в определенной ситуации, Если нам сделать определенную выдержку во времени, И сказать, Как ты считаешь? Сам себе задай вопрос. Как поступить по внутреннему человеку? По тому, по уму моего разума, Что я знаю, Что Писание об этом говорит? И говорит, я уверен, Многие из нас скажут, Что я бы поступил по-другому. Я бы сказал по-другому. Я бы сделал бы совсем по-другому. И вот эти знания, Вот этот опыт, Который сегодня необходим, Чтобы мы сегодня, Добрый опыт, Чтобы мы сегодня его накапливали, А накапливаем мы его, Воплощали в нашу жизнь. Сегодня нас сделает теми сильными, О которых сказано, Что невозможно расхитить дом. Доколе, если этот сильный не будет связан. А если он не будет связан, Мы ничего не сможем сделать. И потому многие люди, К сожалению, Находятся долгую часть своей жизни Пленниками вот этих чувств, Вот этих эмоций, Вот этих выражений. И потом уже, знаете, Я так сказал, Я так подумал, Я так сделал. И знаете, Занимая вот эту позицию, У меня уже не хватает смелости сказать, Да, я меняю свою позицию. Я был неправ. Мне нужно поступить, Мне нужно сказать по-другому. И в этом благословении, Которое сегодня принадлежит семьям, В этом благословении, Которое принадлежит сегодня молодым людям, Которые, знаете, Можут стоять на распутье Принятие решения, Что им принять, Как им поступить, Как им сегодня спланировать Свою будущую жизнь. Нужно понимать этот закон. Это один из сложнейших, Но важнейших законов, Которые реально действуют В нашей жизни. Попробуйте практиковать его. Я уверен, Что многие из вас практикуют. Не спешите. Братья советуют, Опытные братья говорят, Что в каких-то таких ситуациях, Просто сделайте себе Такое золотое правило. Перед тем, Как я отвечу, Или что-то сделаю В таких важных вопросах, Маленькую паузу. Маленькую паузу, Задавая себе вопрос К своему внутреннему человеку. Что нужно сказать? Что нужно сделать? И вы увидите, Знаете, Очень сильный, Положительный результат. Не дав чувствам вперед пойти, Не дать эмоциям пойти вперед. Это принесет реальное благословение семьям, Реальное благословение мужу, жене, Детям, родителям, Знаете, церкви, народу. И это то, Что нас делает сильнее. Потому что мы будем в той категории, Которой сможем связать этого сильного, Для того, Чтобы это имение, Другими словами, Чтобы это имение не расхищено было. Наследие Божие сегодня не было Достоянием дьявола Или этого мира окружающего. И потому сегодня, Я так скажу, Пускай это будет нашим таким домашним заданием, Изучить. Это написано Римлянам, Седьмая глава. Это написано Галатам, Пятая глава. Пожалуйста, Изучите эту важнейшую тему. Что такое дела плоти? Что такое дела духа? Этот внутренний человек, Плотской человек, И в каких они взаимоотношениях написано, Они друг другу противятся. То есть, Это борьба. Я вам приведу очень коротко, Это два таких примера в своей жизни. Реально, что я видел. В дополнение ко всему этому. Как-то я со своей супругой Лилей, Мы подъехали к магазину. И вы знаете, Я не отношусь к той категории, Которые сильно очень любят ходить По продуктовым магазинам особенно. Знаете, Ну, если надо, То я пойду. Но если там что-то по-быстрому, Я ее жду в машине. И вот я сижу, Жду ее в машине. И напротив меня тоже парковка. Подъезжает женщина На такой, Ну, специальный, Знаете, Такое сиденье. Она такая, Ну, Видно, Что она больная, Что она таких больших размеров, Что ей очень трудно двигаться. Такая. Она подъезжает И, знаешь, На этими кнопочками управляет. И там у нее сумка. Знаете, С чем она купила? Несколько сумочек. Она подъезжает И так вот вылаживает эти сумочки. Потом так, Чтобы открыть свою дверь. И я, Как, ну, Я думаю, Хорошо воспитанный, Да? Что бы я сделал? Я выхожу с машины И хочу ей помочь. А она даже не улыбаясь, Говорит мне, Спасибо. Я могу это сделать сама. Я не ожидал этого. Прижиг на каракон. Она говорит, Что спасибо, Я могу это сделать сама. Я вижу, Насколько ей это трудно сделать, Но она это делает сама. И я понимаю, Почему она это делает. Она говорит, Я могу это сделать сама. То есть она не, Пока она сделала такое решение, Что она упражняет свои мышцы. Она старается. Она имеет эти трудности, Но она их проходит. Она испытывает эти трудности. Для того, Чтобы ее организм, Для того, чтобы ее тело, оно продолжало еще действовать, потому что она понимает свою ситуацию. Но меня это так, знаете, шокировало. Я думаю, сделаю хорошее дело. Она говорит, спасибо, я могу это сделать сама. Я это так сильно запомнил. Я думаю, я это запомнил на всю свою жизнь. Приведу еще один такой пример. Все вы знаете, когда мы едем на природу с нашими детьми, внуками, как они активно гоняются за бабочками. Есть бабочки разноцветные, красивейшие. Они их гоняются, хотят их поймать. Но мы все знаем этот процесс, который происходит. Гусеница, кокон, бабочка. Это удивительный процесс, который Бог сотворил. Знаете ли вы, я думаю, некоторые из вас знают, что если этот процесс, когда уже эта гусеница окутала себя, она уже в этом коконе, и когда приходит время, с этого кокона начинает уже выползать бабочка, это важнейший процесс. Если в эти несколько, сколько там, часов, я не знаю точно по времени, помочь этой бабочке раздвинуть этот кокон, эта бабочка никогда не полетит. Никогда не полетит. Потому что для нее это важно. При этом, знаете, напрягаются ее мышцы, напрягаются все. Эти крылышки выравниваются как у этого военного самолета. Знаете, они сложены, а потом они выравниваются. Так вот у этой бабочки. И смотришь, она красивая, и она летит. Но особенность в том, что это ей надо сделать, это ей надо пройти, это так сотворено. И потому, друзья, давайте мы не будем бояться этих трудностей, но чтобы мы достойно проходили их на правильном уровне. Мы достаточно имеем правильных знаний. Мы достаточно имеем... Да, при этом мы молимся Богу. Бог создает вокруг нас определенные ситуации, что да, мы пройдем, мы научимся, мы будем испытаны, вера наша окрепнет. Знаете, мы станем более опытные. Но приходит тот момент, что это должно быть передано. И чтобы нам быть благословением для Бога, чтобы нам быть использованным Богу, чтобы нам сегодня подняться на эти ступени, чтобы нам реально, имея это благословение, которым Бог благословил землю, и духовно, и физически нам быть употребляемым Богом. И пускай это слово, которое было сегодня, будет для вас как домашним заданием, чтобы вы изучили, обновились, поняли разницу, духовный человек, внутренний человек, плотской человек. И вы поняли, что сегодня наша миссия и цель, чтобы нам быть в числе сильных, чтобы мы могли сегодня связывать этого сильного. И я скажу так, чтобы не дать, чтобы это имение, наследие Божие было расхищено. Давайте склонимся на наши колени и помолимся Господу. Аминь. Аминь. И я скажу так, чтобы не дать, где ты пронишь, пронишь сеть несчастный, на реке осталью дом родной. О, вернись, да Божий голос властный, что зовет, зовет тебя домой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok